Сочинский общепит Сочинскими болельщиками стартовал второй этап обучения добровольцев. В Краснодарском крае вступил в силу закон о дополнительных мерах по защите прав дольщиков, на что теперь стоит обратить внимание. Зимнему театру исполнилось 80 юбилей, как вводится в таких случаях, отметили концерт. Куманские курорты готовятся к открытию сезона. Состояние пляжа Анапы сегодня оценил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Это центральный пляж города. Ему каждый год уделяют особое внимание. Сезон в Анапе откроется 10 июня, но город уже готов к наплыву отдыхающих. Где мы сейчас были, где мы проехали, что я посмотрел. На самом деле просто есть хозяин и есть порядок. Есть комфорт, который в городе появился, уют, который вы создаете. Конечно, в первую очередь это и для горожан, но и, конечно, для многомиллионных гостей, отдыхающих Анапы. Вот сегодня мы можем констатировать, что Анапа другая. Анапа уже уютная, гостеприимная и, я уверен, милое сердце. И сюда много-много-много еще раз. Те, кто уже отдохнет в этом сезоне, в прошлых сезонах, они однозначно вернутся. Однозначно вернутся. И пляж еще, спочеркиваю, какой он был и какой он стал. Кроме курортного сезона, город готовится к приезду спортсменов и наплыву болельщиков. Перед чемпионатом мира по футболу там будет тренироваться сборная Дании. Вениамин Кондратьев также проверил состояние отеля, где разместятся футболисты. Готовность к мундиалю и предстоящему курортному сезону в приморских городах в эти минуты обсуждают на заседании Совбеза. Основная тема совещания – безопасность туристов. Объекты торговли и общественного питания в Сочи готовятся работать в новых условиях. Эти предприятия ждут у себя многочисленных гостей чемпионата мира по футболу. Тех, кто будет обслуживать гостей и участников мундиаля, сегодня пригласили на специальное совещание. Вопрос на повестке дня один. Все, кто приезжает на курорт, должны оставаться довольными качеством обслуживания в сочинском общепитии и объектах торговли. Мы долго этого ждали. По сути дела, нам не привыкать. Это летний курортный сезон. Мы – город, который постоянно встречает больших гостей. Поэтому хотелось бы, чтобы мы показали себя одним из лучших 11 городов, которые принимают чемпионат мира. Одномоментно только на одну футбольную игру попадут сразу 46 тысяч человек. Но Сочи не первый раз принимает большое количество, в том числе и иностранных гостей. Поэтому в штате торговых точек и предприятиях общественного питания сотрудники, которые легко могут обслужить на иностранном языке. К чемпионату мира мы готовимся давно уже, поэтому у нас есть англоговорящие сотрудники, официанты, кассиры. А те, кто плохо знает, тех обучаем хотя бы каким-то минимальным стандартным словам. Речь на совещании шла не только о качестве обслуживания клиентов, но и об измененном графике работы. Например, завозить товар придется в ночное время, поскольку днем многие улицы Сочи будут просто перекрыты. Говорили, конечно же, и о соблюдении всех мер безопасности. Магазины, кафе, рестораны должны находиться под охраной, быть оснащены видеокамерами и системой пожарной сигнализации. Сегодня представитель МЧС в подробностях объяснил представителям предприятий шаг за шагом, что нужно делать, если сработала система пожарной сигнализации. Елена Овсецин, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. Добро пожаловать в Ригу. Под таким названием прошла рабочая встреча специалистов крупного латвийского перевозчика AirBaltics с представителями туристической отрасли города Сочи. Отныне два курортных города будут связаны прямым авиарейсом. Прямое авиасообщение между Сочи и Ригой, по мнению экспертов, плодотворно скажется на тур потоки обоих курортов. Главная задача сегодня – разработать полный информационный пакет, который заинтересует туристов обеих сторон. Стремительное развитие Сочи после Олимпиады, безусловно, привлекает внимание к нему людей всей земли, всего мира. Мы это с вами знаем прекрасно. И вот сегодняшний город яркий, красивый, доброжелательный. И теплая, добрая Старая Рига в добрых, хороших человеческих традициях не могут быть в ней вместе. Прибалтийская сторона готова предоставить российским туристам лучшие маршруты путешествий. От исторических памятников средневековой архитектуры и уникальных природных уголков до изысков гастрономического туризма. У нас появился мост, у нас появился воздушный мост теперь. И задача этого мероприятия, чтобы этот мост стал шире, надежнее и долговечнее. Поэтому мы прилетели к вам, чтобы Сочи и Рига стали дальше развиваться как города туристических направлений, как города взаимовыгодные, как города нужные друг к другу и близкие друг к другу по духу. Этот проект пока только набирает обороты. Однако воздушное сообщение между Сочи и Ригой отныне будет осуществляться на регулярной основе два раза в неделю. В аэропорту Сочи открылись регулярные рейсы из Волгограда. Полеты осуществляет авиакомпания «ЮТЕЙР». В аэропорту Сочи открыты регулярные рейсы из Волгограда. Полеты осуществляются два раза в неделю по понедельникам и четвергам. Полеты из Волгограда налажены в рамках развития маршрутной сети в период Чемпионата мира по футболу. Но новые рейсы в Сочи останутся в расписании и после окончания спортивного мероприятия. Напомню, Сочи в июне примет гостей и участников Чемпионата мира по футболу. В городе пройдут шесть матчей турнира – отборочный игр группового этапа и два матча 1-8 и 1-4 финала. Планируется, что Сочинский аэропорт будет связан прямыми рейсами практически со всеми городами, принимающими матчи турнира. Взаимодействию с нетрезвыми футбольными болельщиками обучают сочинских волонтеров в рамках подготовки к чемпионату FIFA. Сегодня стартовал второй этап обучения волонтеров, а их в городе 1580. На этот раз к пунктам доброжелательность, коммуникабельность, знания иностранных языков добавились неконфликтность и умение взаимодействовать с нетрезвыми фанатами. Формат предстоящего мундиаля отличается и от Олимпиады, и от хоровых игр, где работали сочинские волонтеры. И в первую очередь разница в зрителях. Мы проводим специальные тренинги по ограничению агрессии, по неконфликтности, то есть как ребятам взаимодействовать с не совсем, допустим, трезвыми фанатами. То есть вот для нас в плане безопасности это мероприятие, конечно, более сложное. Наша задача донести до ребят, чтобы они именно вот эту функцию выполняли, да, то есть создавали атмосферу гостеприимства и радушия в нашем городе. Волонтеры к предстоящей работе готовятся и самостоятельно, изучают историю проведения чемпионата, углубляются в знания родного города. Ну а в вопросах взаимодействия с болельщиками прислушиваются к специалистам. Дали несколько советов. Например, правильно направлять людей к своим, так сказать, группам по интересам. Когда волонтерил на Олимпиаде, я общался с иностранцами, приезжими командами, это было крайне интересно. И сейчас я хочу также пообщаться с интересными людьми из других стран. Помимо функции и задач, которые стоят перед добровольцами, сочинским школьникам и студентам рассказали и показали, в какой экипировке они будут работать на чемпионате мира по футболу. И брюки превращаются, брюки превращаются, нормально они превращаются в элегантные шорты. Да, а по респекту Артёну! Вот именно так будут выглядеть городские волонтеры. Всего же планируется обучить 1580 городских волонтеров. Галина Моисеева, Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпании ВКТ. Сочинские полицейские обезвредили опасное животное, а именно дикого кабана, который забежал на территорию частного дома в селе Молдовка. Эти кадры на мобильный телефон сняла хозяйка дома, Венера Пак. Кабан вел себя агрессивно, поэтому женщине пришлось обратиться в полицию. Ребята стали подходить к нему, но он набросился, побежал в их сторону. И мы стояли за воротами с мужем, и они забежали к нам за воротами и стали стрелять. На машину даже кидался. Да. Вы испугались? Мы испугались очень, поэтому позвонили в милицию, в полицию. Так как кабан вел себя действительно агрессивно и нападал на хозяев и полицейских, было принято решение о применении оружия. Мы незамедлительно выдвинулись по данному адресу. Прибыв на данный адрес, увидели кабан действительно агрессивный, со рта идет пена. Начал выдвигаться автомобиль, он начал грызть его за бампер, он начал сгонять, повернулся кабан на нас и начал бежать в нашу сторону. Мы открыли огонь, стабильное оружие. Полицейские застрелили угрожавшей безопасности людей животное. Никто из жильцов садового товарищества не пострадал. К другим новостям. ДТП произошло сегодня в первой половине дня в Мацестинском тоннеле. Столкнулись иномарка и вазовская 12-я модель. По некоторым данным, водитель ваза сам стал жертвой. В соцсетях прошла информация, что ДТП спровоцировала более ранние аварии, а просто ее участники не выставили знаки на дорогу. В итоге Лада въехала в иномарку, та в бетон и бордюр. В отечественной машине находился ребенок. Его состоянию, судя по комментариям пользователей, сейчас ничто не угрожает. В Краснодарском крае вступил в силу закон о дополнительных мерах по защите правдольщиков. О том, как новый документ поможет защитить жителей региона, которые инвестировали свои средства в строительство многоквартирных домов, нам рассказал заместитель директора департамента строительства администрации города Сочи Михаил Неудачный. В Краснодарском крае вступил в силу закон о дополнительных мерах защиты прав обманутых дольщиков. Новый закон должен помочь зачистить строительный рынок от мошенников и поддержать тех, кто стал их жертвой – обманутых дольщиков. Принятым и подписанным губернатором, обозначенным мною законом, предусмотрено, что инвестор может удовлетворять требования граждан как покупкой квартир в этом муниципальном образовании, либо по согласованию в иных. Краевой закон поддержит и те компании, которые будут доделывать работу за недобросовестными застройщиками. Новые инвесторы в качестве компенсации смогут без торгов получить участок земли. Его стоимость не должна превышать расходов на достройку многоквартирного дома. Большие изменения грядут и в федеральном законе. Дорожная карта рассчитана до 2020 года и будет реализована в три этапа. Так, средства дольщиков теперь будут аккумулироваться в банках и на так называемых эскроу-счетах. Эскроу-счет – это тот способ взаимодействия участников сделок, по которому сразу напрямую денежные средства не переходят от дольщика застройщику. Деньги будут переходить от дольщика с этого счета застройщика только после получения разрешения на ввод в эксплуатацию объекта. Ряд изменений вступит в силу уже с 1 июля. Закон вводит дополнительные требования к застройщику. Так, не завершив строительство одной многоэтажки и не получив разрешения на ее ввод, застройщик не сможет получить разрешение на возведение других объектов. Кроме того, привлекать средства дольщиков смогут только те строители, которые имеют опыт в жилищном строительстве не менее трех лет. Для того, чтобы привлечь эти денежные средства на начало привлечения граждан, застройщик должен иметь на счету подтвержденных, на счету, подчеркиваю, а не иных финансовых инструментов, денежные средства в размере не менее 10% от задекларированной сметной стоимости этого объекта. Денежные средства застройщик не может никуда отвлекать только на стройку. Он не может ни выкупать, ни участвовать этими средствами в никаких иных коммерческих мероприятиях, только стройка. Изменения в краевом и федеральном законах позволят не только помочь быстрее вводить в эксплуатацию долгострои, но и допускать появления новых. Сегодня в краевом реестре в Сочи числится 28 проблемных объектов. Это и многоквартирные жилые дома, и коммерческая недвижимость. Не менее 10 будут введены в эксплуатацию уже в этом году. Так, например, известный комплекс «РАЗ-Два-Три» на Пластунской уже получил положительное заключение по скорректированной документации. Уже приобретен участок под парковку. Также уже найдены инвесторы по долгостроям компаний «Фристайл» и «Зодчий». Ольга Десятого, Михаил Дубинин, телекомпания «ФКТ». Кадры курорту в Сочинском центре занятости сегодня прошла отраслевая ярмарка вакансий. На ярмарке вакансий сегодня были представлены 23 работодателя. Это представители санаторно-курортной отрасли, учреждения сферы здравоохранения, агентства недвижимости, финансовой сферы. Они предлагали работу официантов, поваров, кондитеров, медиков, горничных, риэлторов, менеджеров, банковских специалистов. Всего порядка 100 вакансий. Всего же в банке центра занятости населения сегодня более 5000 предложений. Кстати, с начала года сюда обратились более 3000 человек, из них более 2000 трудоустроены. Это 66,7% обратившихся. Центр занятости населения города Сочи приглашает безработных граждан принять участие в профессиональном обучении по востребованным вакансиям города Сочи. Это воспитатель, помощник воспитателя, кондитер, водитель категории D. Обучение бесплатное, во время обучения выплачивается стипендия, будем рады видеть всех на обучение. Ну а 1 июня в центре занятости пройдет еще одна ярмарка вакансий «Ты нужен Кубани». Приглашаются несовершеннолетние сочинцы, которые хотели бы поработать летом. Курортный сезон в Сочи в этом году откроется 26 мая. В этот день по традиции будут организованы разные мероприятия на нескольких площадках в центре города. В 9.00 на набережной реки Сочи начнется легкоатлетическая акция «Забег на короткую дистанцию». На площади перед городским собранием с 10 часов до 19 выставка продажа сезонных цветов и флористических композиций. В парке Черешневый сад с 16 до 19 часов для детей будут организованы мастер-классы от студии «Яралаш». Розыгрыш призов, в том числе сертификат на участие в съемках киножурнала. Будут работать мастера по аквагриму. Малышей ждет встреча с любимыми сказочными героями. На площади флага с 16.00 начнется спортивно-развлекательная программа для детей и молодежи. Гостей жителей Сочи ждут многочисленные площадки активности – спортивные, танцевальные, а также оригинальные фотозоны. В 18.00 на площади перед органным залом пройдет традиционная курортная суббота с участием творческих коллективов концертно-филармонического объединения. С 16.00 до 18.00 на площади перед художественным музеем на открытой сцене выступят молодежные группы и начинающие солисты. В 15.00 на площади перед библиотекой Амини Пушкина стартует литературная программа «Голос поэзии». Выступят не только местные авторы, но и гости из-за рубежа. Это участники литературного фестиваля, который в эти дни будет проходить в Сочи. В 18.00 в арт-галерее «Форд» состоится торжественное открытие указательного знака «Нулевой километр». А на площади перед концертным залом фестивальной в 17.00 стартует праздничный концерт. В программе – показ коллекции сочинских модельеров, светодиодное шоу, выступление кавер-группы «Москва-Луна». В 19.30 в Малом театральном зале фестивального состоится премьерный спектакль, подготовленный актерами нового театра Сочи. Зимнему театру исполнилось 80 юбилей, отметили накануне и, как водится в таких случаях, концертом. Артисты сочинской филармонии Санкт-Петербургского театра «Зазеркалье» подготовили представление, которое называется «В поисках царской невесты». Название это перекликается с историей. 80 лет назад на этой же сцене давали оперу римского «Корсакова царская невеста». Формат, в котором существует зимний, для России необычен. Только в Сочи и в Ялте у театров нет собственных труб. Именно это позволяет курортным городам принимать известных артистов круглый год. Одинаковая и судьба у этих двух концертных площадок. Так, в постсоветский период, или как его еще называют «Лихие 90-е», зимний театр практически не работал. Лишь на время высокого летнего сезона сюда заезжали популярные артисты эстрады. Переломный момент наступил, когда город готовился к Олимпийским играм. Здание отремонтировали, изменился и репертуар. Только два есть курортных театра, не имеющих собственной притеатральной труппи. Нам важно, чтобы в этом театре было комфортно и зрителям, приезжающим с осей большой, бывшей советской страны, ныне российской. И театрам, которые приезжают сюда, артистам. А уже через две недели зимний театр станет главной кинематографической площадкой страны. 2 июня здесь откроют фестиваль «Кинотавр». Народный университет «55 плюс» санатория знания ушел на каникулы. Сегодня состоялось заключительное заседание, на котором подведены итоги работы за год. Они сами называют себя студентами Народного университета, несмотря на свои «55 плюс». Позитивные, полные силы уверенности собираются здесь в санаторий знания каждую неделю. Мы поставили какую цель? От возраста до жития к возрасту счастья. И вот мы к этой цели уверенно идем. И вы знаете, когда я вижу в глаза моих студентов, с каждым занятием они становятся гораздо радостнее и целеустремленнее. Их всех объединяет стремление к познанию чего-то нового. Поэтому разнообразие факультетов привлекает еще больше слушателей. А здесь читают лекции по психологии, финансовой и социально-правовой грамотности. Есть также факультет спортивного досуга, иностранный язык и танцы. Кроме того, для пенсионеров были организованы экскурсии, бывают и поездки в другие города для обмена опытом. Так сочинцы посетили в Анапе Всероссийский форум народных университетов. Мы собрались и съездили на три дня. Было замечательно. Очень хороший тоже опыт, очень хорошее общение, очень такое позитивное настроение мы привезли оттуда с собой. Мы сплотились, мы рады друг друга видеть. Мы видимся раз в неделю, но мы готовы и чаще встречаться, потому что, знаете, когда общее, все, оно сплачивает людей. И хочется видеть и слышать друг друга. За пятилетия у Народного университета появилось много друзей, в их числе сочинская филармония. Сегодня ее представитель Светлана Устинович поздравила слушателей с окончанием очередного учебного года и подарила билеты в Зимний театр, который в эти дни отмечает 80-летие. А новый учебный год у Народного университета с натурой знания начнется уже в сентябре. Планов много. От открытия собственной странички в интернете до разработки бизнес-планов. Ну а все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.